сколько железа надо будет выкинуть вы за него все равно заплатите если будете строить вальмовую крышу на доме и закрывать металлочерепица или профистом ребята всем привет перед монтажом металлочерепица мы всегда делаем в первую очередь трубу ставим на нее от доборы подымаем их сантиметра 3 кверху на высоту ребер делаем задний добор и обшиваем всю трубу железом одеваем колпак шагом решетки под металлочерепицу 35 натягиваем шнурку и листы до шнурки не доводим миллиметров 3-4 чтобы понимать куда идет разворот под лист лучше установить капельник чтобы лист внизу не клевал ну или можно добавить рейкой при монтаже металлочерепица на высоких крышах конечно лучше сразу же устанавливать снег задержания что потом к этому вопросу не возвращаться случае крыша эконом класс и он только закрыть все остальное делается будет потом лайфхак чтобы не сдувал снег в ребра мы берем утеплитель мягкий распушим его и устанавливаем слегка забиваем вот в эти ребра чтобы снег туда не задувал накрываем коньковым элементом при монтаже кровли на вальмовых крышах металлочерепицы или был бы это проф лист получается большие выпады конечно это не очень экономно за этот металл придется заплатить разделку за трубу лист мы делаем его не до коня потому что мое мнение это не очень красиво мы пропиливаем нужной месте пропил и заводим туда лист и в итоге получается вот так вода в принципе не затекает делали вне вид на 3 . чему это видео снял мне было интересно сколько квадратов мы в итоге вы кинули выкинули 30 квадратов вот умножаете на железо если нас стоит пускай 500 рублей это уже 15000 а так в принципе можно доплатить чуть-чуть и сделать мягкую кровлю кому хочется и думает что он сильно много переплатить на самом деле это не так вот сколько железо придется заплатить и выкинуть строй вальмовую крышу металлочерепица или профлистом я пока